всем ребят привет сегодня у меня будет нестандартное видео а видео будет связано вот с чем очень много появилось на страницах youtube очень много блогеров которые честно говоря они добросовестные а чем не добросовестные сегодня мы с вами увидим мы с вами будем разбирать видеоролики тех камрадов которые делают так как говорится фуфло фуфло в чем заключается фальшивые клады подброшенные монеты в общем все 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 что связано как говорится с нашей деятельностью кто хочет заработать на обмане на всяком таком фуфле и открываю вместе с вами новую рубрику именно разблочение таких камрадов и в голову мне пришла эта мысль уже давно но недавно мне один камрад подписчик прислал ссылочку на один из таких видео роликов где он узрел грубо говоря действительно фальшь в принципе этого блогера я раньше смотрел мне принципе нравилось что такие позитивные видеоролики но к сожалению вот такой вот случай за ним был замечен то есть будем с вами вместе разбирать видео роликов те которые например очень много набирают просмотров известных камрадов даже только начинающих деятелей в этой сфере вот будем всех разоблачать или же наоборот хвалить тех блогеров которые например добросовестно выполняют свою как говорится работу любимым в любимом хобби вот возможно мы будем повышать их рейтинг то есть помогать ему раскрутиться или же наоборот всем известным блогером будем хаять в общем такой знаете будет сюжет типа шоу будем разблочать известных раскрученных нашумевших видеороликов и всего всего прочего ну начнем с одного из как говорится недавно вступивший в эту сферу комрадов все вы увидите все мы с вами рассмотрим ну а канал ребята называется канарей тв о поиске золота и серебра очень много у него тут позитивных видеороликов которые я смотрел старички очень очень хорошо знаете веселятся на копии различным отдыхе в общем приятно было смотреть их вот интересно то что очень много интересных они находок подымают расцепухи и кладухи в принципе я их смотрел смотри сейчас посмотрим на их статистику канала категория b1 то есть это как бы начинали начальный уровень канала здесь у нас видно просмотры в минутах подписчики будем смотреть что только интересные моменты в данном случае у него кругом прирост прирост здесь у него показана ценовая категория именно заработок в месяц это у него заработок в год но нам не интересно сколько он зарабатывает факт том что у нас интересует именно по данному видеоролику как вы видите именно в тот момент когда у него вышел видеоролик который мы сегодня будем рассматривать у него очень здоровский был прирост в подписчиках плюс 164 подписчиков в день это у него шкала заработка в день в день он зарабатывает в среднем например если посмотреть по статистике от доллара до 2 как вы видите шкала у него кривая это у нас просмотры и подписчики именно в тот момент когда у него вышел ролик у него здорово был подскок например с 50 до выше 300 это просто знаете нереальный такой скачок и просмотры тоже у него были например от 10 там например ну не от 10 где-то около десяти тысяч просмотров вот и скакнула вверх до 50 тысяч здесь у него шкала здорово поднялась именно в подписчиков то есть где-то примерно от 20 подписчиков и свыше 300 это скачок показан за месяц именно где-то пределах ну где-то неделю назад у него полтора видеоролик вышел ну и здесь вот показан шкала это не точная но по ней видно что именно после этого ролика у него прибавились подписчики и просмотры ну а сейчас вернемся на его непосредственный канал на ю тубе появился у них один видеоролик который очень сильно нашумел тем что там в прямом смысле и нас имеется подброшенный клад то есть клад серебряных монет это белончики в данном случае вот он имеется называется кладик серебра по радуйся со мной ну как вы видите все видеоролики у него не очень много просмотров вот в пределах тысячи но вот этот ролик довольно таки интересно тем что очень много здесь у нас фальша ну начнем просмотра данного видеосюжета начинается в принципе все банально как у всех камрадов бла-бла-бла-бла-бла довольно таки все понятно показывают они местечко лесок где будут они осуществлять свою деятельность поиска немножко оговорился хата была перед войной перед революцией ну посмотрим посмотрим что вы здесь найдете конечно оператор никакой все расплывается камеру дергает очень очень быстро ну я здесь не осуждаю но судя по панораме которые не показали рядышком было поле но в принципе это в порядке вещей нормально затем сосны судя по высоте сосен которые здесь ну да собственно примерно 40-50 лет все возможно первая находка ну обычно железяка ничего особенного это это старинный ну кто не знает в дереве сверлили дырки ну вот сок сверлили да не только сок сверлили черный березок при строительстве не было же дырелей всего это самодельное кованое ну стандартная находка встречается она везде и всегда то есть на копии это увидеть реально то есть ничего с вот видите какой крутой склон здесь домов не может быть на склоне вот видите какие овраги вот что они здесь могут найти здесь явно деревне не может быть это однозначно крутые склоны смотрите абсолютно крутые склоны здесь деревне не может быть хорошие сигнал аська хорошо звенит потому что катушка туда-сюда ведет и сигнал устойчивый то есть можно его и и копануть ну сейчас посмотрим что он тут выкопает а а а подготовил место уже смотрите подготовил место то есть я снял дёрн высокий и находок там не было а а срезал верхушку смотрите примерно метр на метр что это самое по ширине метр на метр разве можно было если знает что там может быть железяк какая-нибудь монетка серебряная ну монетка знаете без патины имеет имеет блеск но по этой монете я судить не могу не могу так что продолжаем смотреть дальше дальше будет интересно я вас уверяю вместе со мной вы увидите тот факт где действительно произойдет разоблачение 20 копеек ну покажите нам монетку зачем вы травку нам показываете вот смотрите монетка все равно что-то знаете намекает на мысль что-то не то потому что монета блестит и снова он у нас выбросил уже выброшенный грунт и смотрим монетка серебряная но с одной стороны блестит очень чисто блестит с другой стороны вопросов нет а это 15 копеек а эту хорошо вижу эту хорошо вижу 29 копеек видели на монетке небольшие шероховатости сейчас на это нет на этой монете не видно вот видите она даже затертая стоп стоп дайте-ка я верну этот сюжет назад блестит блестит а здесь стоп смотрите видите она даже потертая то есть она затертая монета лопатой так не ударили то есть это монетка немножко у нас уже какие-то подозрения вернем вернемся еще к одному моменту вот в данном случае вот эта монетка РСФСР так монетка постараюсь поймать момент и вам показать так это по моему старая монетка вот смотрите да что ты сфокусируй нормально в общем не суть не столь важная я вам расскажу то что монетки они у нас 50 пробы и когда начинаешь их чистить в основном их чистят при помощи нашатыря а потом лимонной кислоты и что-то еще в этом роде если их немножко передержать то они серебро как бы микро отслоение получается между слоями и получается знаете такая волнистая такая поверхность и в данном случае вот сейчас была монетка она у нас имеет так не она ли нет не она и она у нас имеет такие шероховатости то есть неровная поверхность и это из-за того что монетку например передержали в растворе нашатыря то есть она становится не гладкой а немножко ребристой в данном случае монетка была именно в таком вот вот смотрите смотрите то вот только что по моему похоже была была ситуация ну ладно пропустила этот момент но это вам на это самое как говорится на вооружение нет ребят не верю не верю буквально за каких-то 10 минут да вот они красавицы классно монетки смотрите разные разного если вы заметили монетки разные имеют слой патины даже цвет вот этой патины разный а 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 У нас 20 копеек Обратите внимание, монетка, смотрите, какое шикарное состояние Блестит, как Даже между буковками, между венками Смотрите, грязи нету Смотрите, она как блестит У меня таких монет чистых нету после чистки А эта в земле пролежала 100 лет Смотрите Не может быть Потому что, когда из земли вы монету выкапываете В этой области, вот между точечками в центре Всегда образуется грязь И с этой грязью не очень-то легко бороться В данном случае, смотрите, по окружности вообще грязи нету Вообще И здесь тоже по окружности, в венках всегда грязь А монета, смотрите, в шикарном состоянии Чистая, никакой патины По этой монете уже можно судить, что за клад Ну, смотрим дальше Ну, вот смотрите, какие монетки Выкопаны только что из одного места Здесь она у нас пятнами А здесь практически полностью она черная И следующая монета Вообще шикарно блестящая Вот смотрите, здесь видно, смотрите Абсолютно четко видно Что монеты выкопаны в разных местах Но здесь вот присыпаны в одном месте Черная монета Монета с пятнами Разная толщина патин Здесь светло-коричневая, ну, серая А здесь темно-серая А эта монетка блестит Безумно Ну да, классно Ну да, конечно Отковыривай Залипуха, ребят Залипуха Залипуха Смотрите, обратите внимание На залипуху На, нет Не залипуха Ну, все равно Посмотрите Ну да Налет На этот налет есть А на тех нету Хоть и это колдовые монеты Четвертая 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 Продолжаем А их будет достаточно много И там, конечно, все будет видно Да нет, керамики Откуда здесь керамика Если вы ее не подбросили То откуда она будет здесь А такие монетки, между прочим, да Они, если и закапывались в землю То закапывали в основном в горшочках В керамических А вот так вот я именно и нашел свой первый клад Именно в таком вот горшочке В керамике Залипуха Смотрим внимательно Ну да Вас прет Смотрите Залипуха Залипуха Обратите внимание Я поставлю на паузу Именно в тот момент Когда нужно будет Узреть именно тот Я поставлю на паузу Смотрите Я видео смотрел Знаю Смотрите С одной монета Имеет коричневый налет Оп Смотрите Буду медленно Медленно Оп Смотрите Вот она Вот она Вот она Растягивается Видели? Я очень сильно был удивлен Когда видно Что здесь у нас Как говорится Земля сухая Земля сухая А между монетами Проблеснула Тонкая-тонкая слюна То есть Для того чтобы Симитировать Залипуху В данном случае Старичок Просто-напросто Плюнул между ними И соединил И на видео Очень здорово Это было видно Но Знаете Так нереально Нельзя так делать Потому что Много смотрят В принципе Интересны Клады поднимают Но в данном случае Мы просто-напросто Разоблачили Данного товарища В этом Видеосюжете Ну что Дальше Мы сможем Здесь Посмотреть То что Они продолжают Копать Продолжают Копать Скопает Он Походу С супругой Супруга Так же Вместе с ним Радуется Имитирует Такое восхищение Что якобы Сейчас нас Кто-нибудь Увидит И побьет И все остальное Уже Можно вас Ребята Старички Побить За это То что Вы Вот так Вот все Делаете Копаете И находите Вот такой Чудный Чудный Клаб Если Послушать Как они Тут у нас Обсуждают Все это Это Ну очень Весело Очень весело Да Красавица Монетка Красавица Абсолютно Никакой Патины Нет Представляете До этого Они показывали 20 копеек Прям с чистым Таким Знаете Налетом Вековым Который Образуется Не за Один десяток Лет А в данном Случа С обоих Сторон Вот в данном Случа Монетка Чистая Со всех Сторон Такое ощущение Как будто Это только что Почистили Ну Не может Быть Такое Не может Я поднимал Очень много Кладов И знаю Вот Сейчас Они вроде Ямку Прозванивают Яма Как вам Сказать Ну Копают Срезают Вот Смотришь За ними И просто Улыбка На лице Натягивается Потому что Вот видите Даже сейчас Почву Срезают Вот Сухую Траву А она Уже Отдернута Потому что Она Не вросшая В землю Такое ощущение Как будто Просто Сено Наложим Сверху Видите Шутит В эфире Шутит Ну В принципе Что Вот интересно То что Звенит В центре А он Зачем-то Срезает По бокам Очень Интересно Вот видите А до этого Он срезал По бокам Зачем Расширял Просто Возможно Возможно Как вы видите Все что он Срезал Уже Чистый Грунт Чистый Грунт Ну Посмотрим Дальше Что он Нам Нам Покажет Сигнал Очень Хороший У него Прибор Аська С Аськой Я ходил Знаю Хороший Прибор Сейчас Посмотрим Вот монетку Они нашли И сейчас Рассмотрим Ее Кладовые монеты Имеет зеленый налет Или же Темно Такой Знаете Серый У него Монетки Смотрите Сейчас разберем И посмотрим Смотрите В каком Сохране Смотрите Оператор Не может Сфокусировать Но смотрите Блеск Аж стоит Блестит Да неузнаваемость Если вы видите Они поднимают Ее С глубины Практически Полметра А монетки Смотри Какие Блестящие Такое ощущение Как будто Их только что Почистили Будем называть Его Дядей Колей Так как Его супруга Называет Колей Пусть будет Для нас Дядей Колей Я уважаю Как говорится Старост Но Не люблю Когда нам На мозг Как говорится Парит Вот такие Вот Клады Вот смотрите Комочек Сейчас посмотрим Комочек Сейчас должен Вон Упал Ага Ага Видали Ой Шутники Ой шутники Монетка Видите Почва Сухая Абсолютно Сухая Но На монетках Видите Имеется Как бы Грязь Вот видите Грязь Он просто Намочил монетку И слепил Вот И сейчас Он грязь Убирает И она Смотрите Снова Будет Блестеть Вот посмотрите Обратите Внимание Что монетка Серебряная Билончик Билончик Но Здесь Вот я Сказать не могу А вот здесь Вот Патина разная Видите До этого Абсолютно Чистые были А с этой стороны Патинка А с другой стороны Налет От земли Видно Что он не успел Ее в свое время Просто почистить Вот И вот Получилось Вот эта вот Монетка Еще более-менее Реальна Но Предыдущие монеты Уму непостижимо Просто-просто Лажа Полная лажа Так поступать Ребят нельзя И вот он Смотрите Снова Копает Стой Вот смотрите Что-то они там нашли Вот Монетка Веселятся Старички Я Прям В шоке Молодцы Позитивно Сделали Молодцы Смотрите Блестят Как Смотрите На солнце Блеск Прям просто Идеальный Особенно Вот в правую Монетка Которая Ну Покажи нам Фокус Фокус Покажи Вот Смотрите Никакого Налета Нет Блестит Налета 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 Чего-то Блестит Чего-то Удавилась Такая Потерная И тоже Верка Потерный Потерный Слушай Можно было Эту вот Кучку Прозвонить Просто Пинпоинтеру Коля Это Кладик Какой-то Да Это В свое Время Можно было Сделать Кладиком А хочется А хочется Дать Назовить Для нас Кладиком Ну Для нас Да Ну Да Назовите Его Кладиком Пусть Он Подброшенный Но Пусть Будет Кладиком Но Украине Сейчас Плохо Зарабатывать Как Говорится Там У вас Проблемы Полные В данном Случае Камрады У нас С Украины И Решили Вот таким Вот способом Навешать Нам Лапшу На уши Подзаработать Но я Их понимаю Они Пенсионеры Хотят Как-то Заработать Выкопал Смотрите Выкопал Смотрим Камушек Обратите Внимание На камушек Что у нас Там Видите Камушек Ломается А тут А тут Просто На камушке Была Мягкая Почва Так что Это нереально И снова Смотрите Блестящая Монета Конечно С фокусом На камеру У них Плохо Ну Смотрите Смотрите Даже Между Буквами Нету Никакой Грязи Обычно Если Монета Находится Как говорится В земле Между Буквами Очень Часто Встречается Очень Такая Плотная Земля Грязь Которая Тяжело Счищать Только В процессе Чистки В данном Случше Между Буквами Грязи Абсолютно Нету Чистая Монета Ну Камушки Можно Не прозванить Отступудово Там их Не будет Потому что Ты не сможешь Засунуть Не повредив Камень Ну да Врасыпухи Конечно Да нет Ну Как у него Жена Визжет Какая Она у нас Актриса Какая Жена Актриса Видите Земелька На монетке Влажная Влажная Монетка А здесь Чистая А почва У них Сухая Обратите Внимание Почва Сухая А на Монетках Грязь Такая Знаете Глужноватая Николай Я даже не знаю Если наушники Пошли Фу Кто какой-то Ах Не трогай Вот и червяк Ах Что Можете Можете Да выйди Него Слушай Может у него Зубы Золотые Ха-ха-ха Хрущие Майские зубки Так ладно Ну все Закончили Ой, ну пожалуйста Чистый белок Я тебя таких белков Кормить не буду Хоть Хоть одну бы монетку Показали В камушке Прям Я бы Я бы мог бы Определиться И сказать А в данном случае У него все монетки Находятся Ворсыпухе Поднимал я клад Именно таких вот Булончиков Практически в такой же Как говорится Среде И у меня все монеты Имели Как говорится Зеленый налет Зеленый А здесь они все чистые Абсолютно чистые Блестят Как Я не знаю что Судя по тому Что это 23 год Практически 90 лет Монеты пролежали В земле И никакого Налета на них нет Это Уму непостижимо Такое не может быть Не может быть Человек даже Если Носит Например Цепочку На шее Серебряную Цепочка Буквально Там Я не знаю За месяц Уже Появляется На ней Налет Патина Вековая Серого Такого цвета А тут монетки Блестят Стой 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 Так Упустил я момент Ну что я скажу Смотрите Смотрите Сами Что можно сказать Монетки чистые Нет ребята Такое нереально Ну все Ямка больше Нет Звенит Ну-ка 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 Звенит Вот если бы я Выкопывал Такой клад И он Смотрите Как рубит Прям знает Куда рубить Вот если бы У меня был бы Такой случай Я бы Если в стенке Звенит То пинпойнером Прозванивал Именно то место И аккуратно бы Это место Срезал бы Но вот так Как он Режет Он явно знает Просто где Он подбросил Монетку Все Ясно Выкопал Именно там Она и должна быть Да Да конечно Уверен Потому что Он ее подбросил Вон Смотрите Монетка Ну все Ну все Ребята Здесь я Понял Полностью Уверен Что данный Видеосюжет Просто Липа Просто Липа И мы Промотаем До Конца И посмотрим Что у нас Видите Все монетки Которые он берет Обратили внимание А имеется Разный цвет Патины От серого До коричневого Смотрите Какая Какой актер Какой он Ребята Актер На всех монетах Если есть Патина То патина Абсолютно Разная То есть В данном Случае Монетки Были выкопаны В разных местах Потому что Серебро Темнеет От различного Рода Почвы В разных местах В зависимости От влажности От Там Много причин Различных И серебро Как говорится Темнеет По разному И в данном Случае Мы видели Что монетки Разного цвета Разного цвета Такого не может быть И большая часть монет Они просто Знаете В идеальном состоянии Прям Почищены Шурфить Собрался Ну Ну Я уверен Он шурфить не будет А вот видите Всем удачи И все такое Извини меня Конечно Дядя Коля Но Извини меня Дядя Коля Вот смотрите Стоп кадр Поставлю Стоп кадр Оп Блин Не успел Вот ребята Обратите внимание А монетки Поставил на стоп кадр В данном случае Монеты Смотрите Коричневая патина Здесь у нас Даже Знаете Черноватый Серочерноватый Здесь у нас Вообще Имеются Какие то Заляпанные места Здесь тоже Патина Совсем другая Отличается Например От предыдущих Которые показал Но в основном Все монеты Смотрите У него Очень В идеальном состоянии Чистые Но это часть монет Вот Остальные Просто блестящие Были До безумия И сейчас С вами Я верну Нас На тот момент Где Действительно Был Был казус Сейчас я найду Этот эпизод Вот смотрите Ребята Смотрите Нашел я Этот эпизод И вот Именно смотрите На это Монетка коричневая Смотри Опа Смотрите Оп Оп Видели Сейчас То есть Он Он их Разлепил Эта монета Это у нас От этого Больше не хочу И не иметь Ложь Подброшенные Монеты Клады В общем Все 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 Что связано Вот С нашей Деятельностью И получается Вот такое Фуфло Громкие названия Под видео А на самом деле Видео получается Пустушка Полная пустушка То есть Люди тратят Времени Свое драгоценное Время На просмотр Хотят посмотреть Видео Где на афише Написано Там Например Что то связано С кладом Или монетки Какие А на самом деле Начинаешь просмотр Смотришь По полчаса А на самом деле Там Вот Ничего там Нет интересного Есть такое Есть такие люди Особенно Мне один Раздражает канал Где Название Каждого Видео Копа У них Просто Ого-го Просто Напросто Ого-го А на самом деле Смотришь И потом Знаете Раздражает И бесит Что там Во Никакого Ого-го Там нету Обычный Серенький Видеокоп А люди Заходят И смотрят Его И Я не знаю Как так вот Можно Ну и все На этом ребята Я буду прощаться С вами Присылайте Ссылочки Если что то Вы где то Увидели Интересное И хотите В данном случае Канал Как говорится Немножко Немножко Поставить На место Данного Блогера Или же Вам что то Очень сильно Понравилось Или там Настоящий Клад Или вы хотите Просто Пообсуждать В данном случае Клад Я буду Именно на эту тему Открывать Рубрику Будем с вами В данном случае Того или иного Камрада Как говорится Поднимать На вершины Своей деятельности То есть Чтобы раскрутить Их канал Или же В данном случае Канал Немножко Приунизить Поставить Ее На место Чтобы Не было Таких Нонсенсов Где Смотришь И Происходит Полное Безобразие Люди Просто смотрят На самом деле Там После просмотра Плюются Дальше Чем видят Ну и все Жду от вас Ссылочек Комментариев И будем Раскручивать В данном Виде тем Если вам понравилось Сюжет И все Что будет связано На этом проекте Оставьте Пальчик вверх Поддержите проект И я думаю Будет интересно За окном У нас уже два дня Дождь идет Так что Я так понимаю Сезон быстро Подойдет К своему завершению И Всю зиму Мы будем С вами Смотреть Те видеоролики Которые Просто взрывают Мозг Абсолютно Вот так вот Блин Ну Больше слов Вот тут Вот так вот Взорвется От неприятных Видеокадров Так что Все Все Пишите Рассмотрим Обсудим И Решим Вердикт Пальчик кверху Поставим Или книзу Так что Все Всем пока С вами был канал Поиск 63 Рус И Александр Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует